Микол Кураковский, вы поддерживаете кандидатов в Дума-электронах в септембре. Как будет успех в этой элечке для вас? Что вы ожидаете, чтобы вы достигаете? Есть два варианта. Первый вариант, если выборы будут проходить более-менее без вмешательства власти. То есть понятно, что они в любом случае не дадут оппозиционным кандидатам возможности проповедовать свои взгляды через средства массовой информации, но не будут им мешать. Вот это первый вариант. В этом случае я считаю, что достаточно много из наших кандидатов имеют шанс на прохождение в Государственную Думу. Второй вариант, к сожалению, более вероятный. Когда будет не просто вмешательство, а фальсификация выборов. Это то, что мы видели на прошлых выборах в Государственную Думу. В этом случае, конечно, нашим кандидатам сложно рассчитывать на прохождение в Государственную Думу. Но, собственно говоря, это и не важно для нынешней ситуации. Когда в России Государственная Дума, значит, к сожалению, в системе органов государственной власти не так много. В этом случае для нас успехом будет, если наши кандидаты наберут в своих округах достаточное количество голосов. Если они смогут показать, что они умеют коммуницировать с людьми. И если мы увидим, что люди их на самом деле поддерживают. В этом случае мы сможем перейти к следующему шагу. Он достаточно популярен. Я не думаю, что, конечно, речь идет о 80-процентной поддержке. И причина этого в том, что сегодня люди в нашей стране, которые имеют богатые тоталитарные традиции, боятся честно разговаривать о политике даже внутри собственных семей. А уж не то, что с какими-то там социологами, которых они часто и, в общем, иногда даже справедливо подозревают в связях с ФСБ. Но популярность, тем не менее, достаточно высокая. Мы знаем, что такой популярностью обладали многие авторитарные лидеры. И один из примеров – это Румыния, Чаушеску. Мы вспомним, что за два месяца до того, как его судьба закончилась очень печально, в том же самом регионе он набрал, по-моему, 90%. Я имею в виду, что Путин не так популярный, как люди говорят, но он очень популярный. Как и ты? Я имею в виду, что ты не живешь в России. Мы знаем, что в России есть огромная спичка огромных плотов в стране, чтобы дестабилизировать страну. Как ты из Лондона ведешь кампейн, который действительно будет получать любую вероятность в России? К глубокому сожалению, в России богатая традиция работы оппозиции из-за границы. Потому что та часть оппозиции, которая находится в России, как только становится человек более-менее известен, его начинают давить. И он вынужден либо умерять свой оппозиционный пыл, либо идти на какие-то договоренности с властями. В противном случае его судьба печальна не в том смысле, что он может попасть в тюрьму. Это как раз не самое страшное. Ему просто заткнут рот его сторонникам и союзникам. В этом смысле у меня есть определенные преимущества. Я могу говорить то, что я думаю. И благодаря современным коммуникациям меня слышат. Да, сегодня вся мощь российской пропаганды решает проблему, чтобы показать, что альтернативы Путину нет. И я, и такие, как я, демонстрируются как враги. Многие люди этому верят. Но достаточное количество, кто не верит. И сегодня мы обращаемся к тем, у кого есть критическое мышление. В какой-то момент, когда режим начнет падать, а это неизбежно произойдет, критическая масса людей появится. А вот те люди, которые сегодня обретают политический опыт в наших проектах, они станут теми самыми центрами кристаллизации. Я бы его в этой шкале, может быть, не совсем точно видел. Немножко другая шкала. Это человек из другой реальности. Он не монстр. Он просто человек с формировавшимся полицейско, в российском смысле полицейско, бандитским менталитетом. В России это очень схожие типы менталитета. Он верен своим друзьям. У него есть определенные понятия, кодекс чести. Но этот кодекс для нормального человека покажется немножко странным. И он совершенно несовместим с законом. Именно в этом проблема, по которой западные лидеры никогда не смогут достичь с Путиным долгосрочных договоренностей. Потому что в его представлении они его постоянно обманывают. Потому что, опять же, в его представлении другое устройство мира. Он, например, считает, что в Великобритании судами премьер-министр может управлять. Если он не хочет управлять своими судами, то это значит, что он Путина обманывает. А раз он его обманывает, то значит и у Путина нет обязательств. Ну и так далее. Устройство мира в его глазах совершенно другое, чем здесь люди привыкли. И важно еще одно. Если в Британии меняется премьер-министр, то его обязательства поддерживаются системой институтов. Любой следующий премьер-министр, даже если он будет из другой партии, он будет вынужден исполнять те обязательства, которые взял на себя премьер-министр предыдущий. Если он не захочет их исполнять, существует множество механизмов, которые заставят его это сделать. Путин уничтожил все такие механизмы. Его слова гарантирует только он сам и в той мере, в которой у него есть настроение исполнять его слова. Я не думаю, что на этом фундаменте можно выстраивать долгосрочные отношения. Это очень интересная ответственность. Я думаю, что я могу задать вас, потому что один из мистерийов для людей в Востоке является почему русские люди верят Путин обратно в силу, время за время. И мне показалось, что русские люди, в 1990-х, они увидели их страны, их страны, в том числе, в том числе, олигархов, которым вы, естественно, были первые. И это создало те же условия для того, чтобы сильного человека, если вы хотите, противного бандита, чтобы приехать в силу и сказать, что я на стороне русских людей. Вы чувствуете ли вы какие-то ответственности для поведения Путин? Ну, во-первых, я должен сказать, что если бы ваша гипотеза была верна, то Путин бы сейчас не имел абсолютно никакой популярности, потому что долю национального богатства, которую под себя подмяли путинские олигархи, она, конечно, гораздо выше, чем та доля, которая была у крупных предпринимателей до него. Но, тем не менее, вы видите, ситуация немножко иная. Эта ситуация базируется на том, что Путину удалось капитализировать в свою популярность экономические реформы, проведенные в 90-х. Россия подошла к 91-му году, как вы знаете, в очень тяжелом положении. Потом шли тяжелые реформы, которые проводила команда реформаторов. Они были плохо скоммуницированы с обществом. Поэтому реформаторы потеряли популярность. Но экономический результат эти реформы дали. Плюс рост цены на нефть. И в результате, в момент прихода Путина, экономика страны росла. Причем она росла до приблизительно 2007 года. То есть пока Путин в начале своей карьеры не особенно вмешивался в функционирование экономики. Люди 7 лет роста благосостояния увязали не с предыдущими реформаторами, а с фигурой Путина. И сейчас, конечно, когда они видят, что ситуация перестала улучшаться, популярность Путина начала падать. Тогда он применил следующий, сильно действующий рецепт. Он начал захват территорий. Потом войну. Потом Вторую войну. Мы знаем, что таким способом можно поддерживать популярность какое-то время. И мы знаем вождей, которые шли по этому пути. Но в конечном итоге это в путь никуда. Свою ответственность в определенном смысле, ну с учетом того, что в 90-е годы я все-таки был достаточно молодым человеком, я ощущаю в том, что мы не сумели, как я уже сказал ранее, скоммуницировать с обществом. Именно эту ошибку я не хочу, чтобы новое поколение российских демократов допустило тогда, когда этот режим падет. Именно поэтому я прилагаю огромное усилие вместе со своим движением «Открытая Россия» к тому, чтобы подготовить людей, способных осуществить на этом этапе политическую поддержку реформ. Вот они должны сейчас обрести опыт, они сейчас должны обрести какую-то известность в обществе. Он уже был предвестиентbourne лестников And in five years later, And in five years later he has 15 billion, 15 billion dollars, And I just wonder, I mean, you must understand that an average Russian Is not going to find that a very, if you like, good basis, ethical basis for an ethical assault on President Putin. — Я подозреваю, что это та проблема, с которой мне предстоит бороться. Но у меня существует несколько возможных путей для решения этой проблемы. — Первый путь — это тот, к которому я иду. Я помогаю молодым политическим активистам, за которыми нет такого бэкграунда, выйти на политическую вансену. — Во-вторых, значительная часть россиян принимает тот ответ на вопрос, который я им даю. — Ответ этот заключается в том, что мое богатство, так называемое, оно осталось у России. Это были только акции, принадлежащие российских предприятий, которые и остались в России. И, к слову, еще даже когда не было никакой тюрьмы, я и мои партнеры значительную часть этих акций передали в фонд работников наших предприятий. То, что я получил, — это дивиденды от работы компании. И достижения компании, вследствие которой были эти дивиденды, россиянами, в принципе, признаются. То есть все признают, что да, за время моего руководства компания увеличила производство вдвое. Она увеличила запасы нефти вдвое. Она увеличила свою капитализацию чуть ли не в 10 раз. И да, 3% от дохода, от прибыли, это, в принципе, считают многие россияне, достаточная нормальная компенсация за такую работу. Но это, собственно говоря, то, что я и получил. Ну и, наконец, все же познаются сравнения. Проблемы, которые можно поставить нам в упрек людям моего поколения за 90-е годы. И вследствие чего, собственно говоря, я 10 лет провел в тюрьме. Вследствие того, что люди эти проблемы ставили нам в упреку. Они тускнеют по сравнению с тем объемом коррупции, казнократства и безобразий, которые свойственны нынешнему путинскому окружению. Мы на их фоне смотримся совсем не так плохо. Что ты делал, что ты делал, что ты делал, что ты делал в аккумуляции твоей wealth в России в 90-е годы? Я много думал об этом. Я считаю, что главная проблема – это то, что в момент приватизации я, как и многие люди моего поколения, достаточно молодые люди, которые понимали, оказались в центре событий, и которые понимали, как устроена современная экономика, не направили усилия на то, чтобы объяснить остальным согражданам, что же на самом деле происходит, а воспользовались открывающимися возможностями. Это было не так здорово, и я могу только ссылаться на свою молодость. Но это плохая, наверное, это не такая уж хорошая отговорка. Я считаю, что это интересно, потому что, для многих восточных обсерверов, олигархов, Путин, это выглядит, как мафия-ганги, которые борются. Это не «да-да-да-да-да-да», это просто разные ганги, гангстеры и бандиты, борются с другими другими. Это правильный способ, чтобы мы рассмотрим это? Я думаю, что я и некоторые мои коллеги ментально были похожи на путинское окружение в начале 90-х, тогда, когда мы не понимали, как устроена современная западная экономика. Но откуда нам это было знать в Советском Союзе? Постепенно, в процессе общения с людьми, с партнерами, с людьми, прошедшими образование в западных университетах, мы понимали, что все на самом деле не так, и нам хотелось жить по-другому. Вот для меня лично этот переход произошел где-то после кризиса. Все-таки кризис оказался таким шоковым психологическим ударом. Именно после кризиса я создал тогдашнюю еще открытую Россию. Именно после кризиса мы сделали фонд, пенсионный фонд для работников наших предприятий. Именно после кризиса я и мои партнеры занялись активной общественной деятельностью. То есть мы вот это вот преодолели, вот эти вот явления мы преодолели в конце 90-х, начале 2000-х. Очень печально, что в 2005-2006-2007 году все вернулось обратно с другими персоналиями. Я думал, что на самом деле наша страна и наше общество уже прошло этот этап. И что еще может быть более печально, что они не только задержались на этом этапе, но и довнесли в него силовые методы разрешения проблем на самом верхнем уровне. Не только внутри страны, но и экспортировали эти методы за пределы. Силовые методы и коррупционные, и индивидуального физического воздействия, и даже, как мы видим, уже военные. Что, в общем, согласитесь, для меня и моих коллег, ну уж совсем никак не было свойства. В 2003 году вы были олигархом, у вас миллионы долларов денег. Вы выбрали, чтобы принимать президента Путина. В самом деле, у вас была известная телевизионная сцена, где вы встречаете его. Я просто спрашиваю, что вы думали, что вы думали, что вы пришли в публику и сказали, «Окей, я чистый, я думаю, что Россия должна реформировать, что вы, президент Путин, у вас есть проблема». Мне бы очень хотелось сегодня выглядеть вот именно таким рыцарем без страха и упрека. На самом деле, было не так. В тот момент, когда Путин сажал меня в тюрьму, я был, в общем, обычным предпринимателем, который просто хотел, чтобы дела в стране шли по-другому. Вот, который уже понял к тому моменту, что коррупция – это плохо, системная коррупция – это еще хуже, что необходима прозрачность. И это необходимо не потому, что это уж как-то так прекрасно. Вопрос же был не в этом. Потому что это просто выгодно. И, собственно говоря, с этим я и обратился к Путину. Я не обратился к нему как к оппоненту. Я обратился к нему как к верховному арбитру. Он у меня тогда, как и у многих людей, в голове был верховным арбитром. Говоря о том, что, уважаемый Владимир Владимирович, ну вот вы смотрите, что на самом деле происходит в вашем окружении. Воровство, коррупция, просто вот переходящая уже в системную. И привел пример конкретной сделки, в которой я думал, что крало его окружение. К глубокому сожалению, как я узнал через пять лет после этого, уже находясь в тюрьме, со слов тогдашнего премьер-министра Михаила Касьянова, Путин был глубоко в курсе этой сделки. И она шла, по всей видимости, под его непосредственным патронажем. Десять лет в тюрьме меня, конечно, изменили. Для меня Путин больше никакой не верховный арбитр. И он часть созданной им системы. И я сегодня являюсь оппонентом по-прежнему системы, а не лично Путина. Но не потому, что я считаю Путина каким-то другим, чем его система. Я просто считаю, что он ее часть, и сменить надо не только его, но и всю вот эту вот идиотскую систему, которая гробит мою страну в целом. Так что, да, он помог воспитать из обычного предпринимателя своего политического оппонента. Путин не любил вопрос, конечно. Курт-кейс начался. Ты был отправлен в тюрьму за неделю. Просто расскажите мне о жизни в прежнете. Потому что ты действительно был от России самый ручный человек до кого-то в русском тюрьме. Как грим был это? Это не большая... Это смешно прозвучит, но это не большая проблема для того человека, который, как я, первые 20 с лишним лет своей жизни провел в Советском Союзе. Я родился в коммунальной квартире, где жило несколько семей. Я работал 7 лет дворником и плотником в жилищном хозяйстве. семья не была уж такой обеспеченной. Я бы сказал, что даже совсем не обеспеченной. Поэтому нам не привыкать было к тому, чтобы питаться более чем умеренно. Вот с этой точки зрения, когда я попал в тюрьму, я просто отошел на 10 лет назад. И ощутил себя, ну, в общем, достаточно нормально. Это ведь не гулаг, в том смысле, в котором это было в сталинские годы. холода уже такого дикого нет. И все-таки бараки более-менее греют. А голода нет. Ну, кормят, конечно, как свиней, но зато этой вот баландой, вот мы называем это баландой, ее много. Вот. А то, что как с тобой ведут окружающие, я имею в виду и надзиратели, и коллеги по несчастью, это зависит от тебя. Я, поскольку человек достаточно известный с одной стороны, и с другой стороны имеющий определенный опыт за спиной. В этом отношении с проблемами не столкнулся. Ну, за исключением того, что, конечно, ножом меня один раз ударили. Но это в тюрьме бывает. Ну, давайте поговорим о Британии и о Русиах. Потому что Британии очень критичны Путину. Они были адвокатами о санкционах. Я просто думаю, что ты думаешь о месте города Лондона. Потому что некоторые говорят, что это финансовое центро, который помогает корруптировать россиян санкционах. Несомненно, Лондон является тем местом, где многие обеспеченные россияне хотят проводить свое время, где они учат своих детей, где они хранят свои сбережения. Какая часть из этих людей добыли свои деньги незаконным путем, ну, это все-таки, наверное, лучше знать специальным службам. Хотя, как мне кажется, сегодня в Европе я, наверное, с трудом смогу здесь выделить Великобританию, российские деньги путинского окружения ведут себя достаточно агрессивно, если можно так выразиться. То есть, это не только использование этих средств для хорошей жизни, но это и активное влияние на местную политическую элиту, на общественное настроение, на лоббирование интересов российской власти. Что очень важно отметить, это не лоббирование интересов России, который, ну, в общем, является нормальным. Это лоббирование конкретно интересов власти, конкретно интересов Путина и его окружения, которое заключается в том, чтобы быть а. несменяемыми, б. принятыми и оправданными на Западе. И в. Эти средства используются для того, чтобы давить на ту часть российской оппозиции, которая вынуждена оказываться за рубежом. Глубокому сожалению, многие западные общественные деятели, политики, компании считают, что в этом нет ничего такого уж плохого и считают, что они могут помогать за деньги, естественно, решать эти проблемы. Наверное, действительно, в том представлении о капитализме, который у меня был в начале 90-х, это нормально. Тебе платят деньги, ты делаешь свою работу. Ты же ничего не нарушаешь. Если подойти к теме все-таки, так как я ее понимаю сегодня, с точки зрения морали, в этом, в таком зарабатывании денег есть какая-то гнильца. И мне, конечно, не очень нравится, что Европа, я имею в виду Западная Европа, на которую все-таки мы смотрели и продолжаем смотреть, как на некий в общем образец того направления, в котором хотелось бы, чтобы развивалась наша собственная страна, с одного боку этот образец как-то подтачивает. регулирование в этом отношении разработано очень хорошо. Я, в общем, представляю западную финансовую систему и считаю, что регулирование разработано вполне нормально. Его надо просто последовательно применять, а не зажмуриваться, исходя из каких-то текущих, как кому-то может быть кажется, соображений реал-политик. Я, к слову, не против того, чтобы россияне воспитывали своих детей в западных университетах. Я, естественно, абсолютно поддерживаю возможность для моих сограждан, и считаю, что это очень хорошо, когда имеется возможность для моих сограждан посмотреть своими глазами, как живут нормальные демократические страны. И я как раз думаю, что в этом направлении двери надо открыть шире, потому что мы все-таки соседи, мы все европейцы, и мы должны в этом отношении быть более открыты друг к другу. Но когда этими возможностями начинают злоупотреблять для того, чтобы использовать западную систему в интересах сохранения своей власти в России, вот это, наверное, надо четко отделять и по возможности пресекать. Я не уверен, от вашей ответы, что вы говорили, что Россия корруппирует политические потому что есть люди которые говорят, что Путин финансирует определенные политические партии, партии с extremем правой, как это происходит, для устабилизации Европейской Европы. Вы какие-то вы думаете, какие-то свидетельства, что это происходит? В тот момент, когда у меня будут материалы достаточные для того, чтобы предъявить их публично общественному мнению, я это сделаю, я это прятать не буду. К сожалению, это не такая простая задача, то есть подготовить материалы так, чтобы их можно было предъявить общественному мнению. Но даже то, что мы видим, я имею в виду с французской крайне правой партией, я имею в виду с некоторыми политическими деятелями в Германии, я имею в виду в возношении с определенными политическими силами в Венгрии и так далее, в Италии, Греции, даже то, что мы видим, если это нельзя обозначить как криминальный случай, тем не менее с этической точки зрения он немножко выглядит не очень. и, естественно, большая дебатка здесь о том, что Британа уйдет или не Европейская Уния. Без всякого сомнения, Владимир Путин имеет в виду максимум, известную максимум, разделяя властвы. И мы с вами, если оглянемся на 10 лет назад, и вот на весь этот промежуток десятилетний, мы увидим, что каждый раз во взаимоотношениях с Европой Путин стремится разговаривать с каждым отдельным лидером каждой отдельной страны и каким-то образом с ним договариваться о каких-то частных преференциях. В результате разрушая общий фронт. С учетом той зависимости, которая все-таки свойственна части Европы в энергетической сфере от нашей страны, это достаточно успешная политика. Пускай не во всей Европе она успешная, но в части Европы она успешная. И с этой точки зрения ослабление Европейского Союза, естественно, играет на руку Путину. Делает он что-то или не делает практическое в этом направлении? Ну, я полагаю, что скорее делает, чем не делает. Я полагаю, что те люди и те возможности, которые у него есть в Европе, на сегодняшний день задействованы в этом направлении. Я не хотел бы вдаваться в то, выгодно это или невыгодно Великобритании, выход из Европейского Союза. Это решать, естественно, людям, которые здесь живут и являются гражданами. Но с точки зрения россиянина, который смотрит на взаимоотношения путинского режима с Европой, я, конечно, выход из Европейского Союза поддержать никак не могу. Я не хочу навешивать на Путина, больше обвинений, чем те, которые очевидны и доказаны. Поэтому я не могу сказать, дает ли он команды о устранении своих оппонентов непосредственно. Но абсолютно несомненно, что созданная им атмосфера борьбы с инакомыслием, борьбы с политическими оппонентами, провоцирует его окружение, я не могу вам сейчас уверенно сказать, насколько близкое, но, во всяком случае, не такое уж далекое окружение, на силовые акции. И я убежден, что те, кто убивал Бориса Немцова, думали, во всяком случае думали, что они действуют в интересах Владимира Путина. Я убежден, что те, кто убивали Политковскую, во всяком случае думали, что они действуют в интересах Владимира Путина. Я мог бы таких примеров привести еще много. Для меня лично, я прекрасно понимаю, что нынешнее положение намного более безопасно, чем то, которое было в тюрьме. Там меня могли убить в одну секунду по одной команде. Здесь это все-таки сделать несколько тяжелее. И я, конечно, понимаю, что в отношении меня такое решение может принять только лично Путин, что не делает мою жизнь уж совсем безопасной, но, во всяком случае, позволяет об этом не думать каждую секунду. Михаил Котоковский, спасибо большое за время. Спасибо.